Музыка Больше никаких самокатов, прокаты электротранспорта зачиняются. Можки атакуют Гомельскую и Брэцкую в области, а торнадо и смерти накрыли Беларусь. Добрый день, вы выглядите тутейший вестник, меня не кличут Марина Дулевич и это дайджест региональных новин. Музыка У Городни протягивают зачиняться прокаты электросамокатов. Зараз в городе застався усяго один автоматизованный сервис. Что, мінамита, отбывается невядомо. Одной из причин называют банальную незручную инфраструктуру города, якая перешкоджает комфортному перемещению. Еще одна причина – отсутность технической поддержки. Ну а жигоры скардицца, что дорого. Музыка Зато и во всей Гомельской области соправдны нашести мошек. Пакутаю от атаки насекомых и Брэцкий регион. Цекава, что нападает мошкара только в светлый час суток и на открытом поветре. Все б ничего, але и она мощно кусается, а укусы вельми свербять, выкликают запаления и отеки. Прычины заявления мошек у такой колькасти специалисты назвали протяглые паводки тепло и нагадали – зараз треба носить максимально закрытые одзения, особливо каля водоемов, а так само выкрыстовывать репелленты, які отпуживают небезпечных насекомых. Аномальные природные заявы были заважены нам минулым тыдне у многих районах Беларуси. Наприклад, жахары разных регионов заважили нечто подобное на смерч. Моцная вихура была, видать, под Минском, невеликую заважили под Брестом и один за всем слабый – под Молодечным. Особливую вагу протягнул смерч на воде, який у вышиню досягал некальки метров. А вось жахароу Жодзина, мяка кажучи, здявили городские службы. Калячи гуночного переезду на пешеходной дорожче усталявали невытлумачальную конструкцию. Для людей с инвалидностью, які рухаються на колясках, пирожко достало с оправдным опробованием. Жахары обурлися и навыц вернулися у городскую администрацию. Але, на жаль, их заваги и просьбы покуль игнорують. Там же в Жодзина не стихают обмеркование страшной трагеды. Хатные собаки, хацкий и вырытыванный дворняк, загрызли 72-годового мужчину. Правда, сваяки обвинувачиваюць у тым, что здарылся самого загинулого. Пенсионер весь час провоковав живел и работал это агрессивно. За несколько дней он в трагеды беспородный собака навыц укусил мужчину, але он протягнул дрожнить собак. Теперь сына загинулого обвинувачиваюць у забойцы по нестерожности, бо той не изолявал гадаванцев. Те будет он отказывать за смерть батьки, и какие дальнейшие лес живел, покуль невядома. Собаку усыпили, а детяте спотребится психологичная допомога. Еще одна жудесная история с хатным собаком. На минулым тыдне стафаршистский терьер загрыз батьку просто на вачах у трехгодовой дачки. Трагеды здарылся у вёсы Ачукевичи Гарадзенской области. Собака раздіраў господара, а малая у жаху сядела у куте пакоя. Чаму терьер, який за шысь гадоў сямі, а не водна гаразу не праўіў агрэсію, разарвав господара, застаеце толькі здагадвацца. Стала ведома ім'я 33-гадоўа жіхара Сіповіч, якого затрымалі за публікацію кароткага віде з воєнной технікой. Нагадаю, мужчину арештавалі просто на працовном місце, яше ў пачатку года. Руслан виклав 12-секундное відео у адным з паблікав, і зараз ўму пагаржаў шысь гадоў калоні. Адзначу, што ў кадр фактична нічога не адбываецца. Састаў з технікой просто стаїць на станціў. І стала ведома аб затрыманні не менш за пяць ў працовнікаў лукомскай дрес. Усе, на думку праваховнікаў, ўдзельнічалі ў пікетаванні і распаўсюджуванні екстремістських матырыалів. Насамрач, па водлі неофіцымя інформація, работнікі просто выказывалі сваё меркаванні ў сатсетках. Цапер троў правядуць за кратамі па 20 сутак. Астатнім выписалі непадйомные штрафы. Як гэта паўплывае на працю електрастанціў і хто будзе ўвець гэта час выконыць апавязкі затрыманых, не памядамляюць. Тым часам абароты набірае конкурс МИС Беларусь 2023. Удзельніццамі кастангу сталі каля 600 дзяўчат з усёй краіны. Але ў науступны этап прайшлі толькі палова з іх. Цікава, што ацэнівалі і адбіралі прэтэндэнтак ў асноўны моцны чановнікі мошчэны. Кастанги пачаліся яше 18-го скаўіка і прашлі ва ўсіх абласных центрах. Сам жа галовны фінал запланованы на 8-го верасня. Нагадаю, гэтым годзі умовы адборы змякчылі. Напрыклад, праймаць ўдзел ў конкурсі зараз могуць дзяўчаты да 27-го гадоў, а не 24-го, як було раней. Ну і рост зараз можа быць на 2 см нижэй – 172. Гэта бы ўкароткі агляд регіональных новінов Біларусі. Падпісвайціся на наш канал і не забывайці натискать на званочак, каб быць ў курсі самого цікавага. Дасустрэчы! Дасустрэчы!